Нас как-то пригласили в отделение онкологии помолиться за умирающего человека. Он был в печальном состоянии, он был дистрофик, и он был уже, ну вот-вот. Врачи уже не давали ни малейшей надежды, держали его на обезболивающем. Вкратце рассказал свою историю. Он говорит, я офицер, бывший офицер. Не помню, подполковник или полковник, высокое звание. Когда, говорит, я демобилизовался с армией, я занялся бизнесом, я вагонами очень масштабно торговал углем. У меня было очень много денег. Я жил на широкую ногу. Я, говорит, мог слетать, поужинать в Санкт-Петербург в ресторане. То есть я мог зайти в ювелирный магазин и купить себе любые золотые часы, вот на какие у меня пойдет глаз. То есть я, говорит, шоколад. Денег много, я, говорит, даже не знал, куда мне их вкладывать. Но деньги настолько затмели глаза мои, что я потерял семью. Я развелся с женой, я не воспитывал детей, я лежил для себя. А вот сейчас, говорит, я лежил на больничной койке. Я не могу встать. Я не могу сходить в туалет. И, говорит, я никому не нужен. И он плакал, он сильно плакал. Говорит, вы знаете, и перед молитвой мы проповедовали Евангелие, а он принимал, принимал со слезами. Исповедовался, он каялся, он на многом сожалел в жизни. Но сейчас я вижу, как моя родня делит мое имущество. И я не нужен. И вот он тут горько заплакал и задал этот вопрос. Он говорит, ради чего я жил? Ради чего я зарабатывал эти деньги? Вы знаете, друзья, вот эта фраза меня сильно коснулась. Этот человек покаялся. Слава Богу, Бог помиловал, возыскал его, он покаялся. Но конец ему был очень печальный. И я вам скажу, друзья, что то, ради чего мы с вами живем, вот именно это поставит итог нашей жизни. И во всей этой истории меня коснулась одна фраза. Еще раз, итог нашей жизни, любого из нас, поставит то, ради чего мы живем. Я помню еще, это брат во Христе, хороший брат, горячий брат. И он говорит, ты знаешь, вот я живу ради Бога, и я всю свою жизнь посвятил Богу. Моя жена посвящена человеку, мои дети посвящены Богу. Говорит, ты знаешь почему? Потому что у нас было 12 детей, и наша мама нас поднимала одна. Она работала на двух работах, но она жила ради Бога. Говорит, каждый раз она находила время для молитвы с нами, утром и вечером. Каждый день она находила время, чтобы с нами посидеть, почитать Писание. И каждый раз она говорила нам о своей любви к Богу. Она приручила, научила нас любить Бога. Мы часто видели, как она склоняла колени, и у своей кровати плакала, потому что ей было тяжело. Наш отец умер, он погиб, несчастный случай был. И она одна подняла 12 детей. Мы все верующие. У нас ни у кого не было разводов. Мы все сохранили свои семьи. Все наши дети верующие. И благодаря тому, что наша мама, она жила ради Бога. Друзья, итог нашей жизни поставит то, ради чего мы жили. Подумайте и задайте себе вопрос. Ради чего живешь ты? Что сегодня ты ставишь целью? Чему ты стремишься? Чему ты посвящаешь себя? И что ты хочешь достигнуть? Еще раз, итог нашей жизни подведет то, ради чего мы жили. Я желаю, друзья, чтобы вы жили все ради Бога. И чтобы, когда мы придем к финалу, мы понимали, мы хорошо прожили свою жизнь. Мы повернемся назад и сможем с улыбкой посмотреть на плоды, которые мы оставили ради Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Коснись Дух Святой Коснись Дух Святой Дух Святой Коснись 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 Дух Святой Продолжение следует... Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего, как самого себя. Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Одного тебе не достает. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за Мною. Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь сегольные уши, нежели богатому, войти в Царство Божие. Люди в своем богатстве, они действительно ведут образ жизни очень такой распущенный. И мне кажется, это как раз очень хорошо нам напоминает сегодняшний мир, который в принципе сытый, довольный, но в этой сытости очень развращенный. И вот то же самое здесь было в Содоме и Гаморе. И на Содом и Гамору и еще три города обрушивается серный дождь. То есть дождь из огня и серы. Гомосексуальный грех часто называется Содомским грехом. Но на самом деле там не только гомосексуальный грех, что тоже там присутствует. Как в целом описывается сексуальная распущенность. И вот это то место, которое скорее всего соответствует описанию. Смотрите. Начал изучать вот эти вот аномалии, потому что это называется аномалия. Потому что все вокруг, горы, видите, они другого цвета совершенно. Но здесь горы, они, если взять вот то, что здесь есть, это сульфат кальция. То есть видите, во-первых, вот эти очень странные слои. А потом это сульфат кальция. Как он образуется, сульфат кальция? Что-то напоминающее сфинкс, что-то напоминающее пирамиды, что-то напоминающее какие-то памятники. И это все 4000 лет назад было уничтожено и превращено в пепел. И просто постепенно это вот так оседает под дождями, продолжая разрушаться и так далее и тому подобное. И вот эти пять городов, их видно на карте. При этом между этими городами священное описание рассказывает нам правду. И мир вокруг вот здесь это тоже мир такой истощенный. То есть если раньше здесь росли деревья, было как в раю, то сегодня это вообще мертвый мир. Земля совершенно неплодородная, в которой ничего не растет. И это то, что бывает, если мы ослушаемся Бога, если введем развращенный образ жизни. Так что сегодня все поборники и защитники всяких ЛГБТ-движений имейте в виду, то есть ваш конец. Знаете, что садом и гамора сейчас сравнивается с садом, что и люди тоже будут гореть в аду. Поэтому давайте не будем грешить, будем жить правильно, как лот, как лот. Гомосексуалы, резбиянки и прочее. Вот ваша участь.